Сейчас немножко теории, совсем чуть-чуть. Вот эта фраза, она мне нравится больше всех в области менеджмента, покроем и ценности. Когда обычные люди, коллеги, когда обычные люди, объединенные ценности, достигают великих результатов за счет развития себя и организации. Казалось бы, ну просто обычные люди. Мы с вами обычные люди. Но мы можем с вами достигнуть великих результатов. Великие компании состоят из обычных людей. И мы ничем отличаемся ни от Google, ни от Tesla, ни от Facebook. Все в наших руках. Мы все это можем сделать. Что такое управление в компании, основанное на ценности? Это процесс принятия решений, который основывается на выбранных ценностях, даже если они не судят в результате. Вот это самая большая проблема. В одном из филиалов мы сказали, слушайте, ну нельзя взять один договор, положить его на стекло и переделать подпись. Ну как, ну почему нельзя? Ну что быстро? Просто нельзя. Да? Быстрый результат. А второе самое главное. Поднимите на то, что руководители. Все руководители. Вот они. Смотрите на них всех. Именно от них зависит, что если они принят ценности, и своим примером будут показывать о том, что это действительно для них важно, это будет работать. Однажды на одном совещании, присутствуя, кстати, вовремя, хлопнул, да. Однажды на одном совещании в крупной компании, я присутствовал на заседании, где минус один от генерального директора собрал своих руководителей. И они очередной раз ему высказали какие-то проблемы. Он, знаете, как в грустном, подошел к столу, стукнул по столу и сказал, я не хочу больше слышать ни о каких проблемах. Как вы думаете, что дальше происходит, что на следующем совещании? Никто не приходил по форуму. Проблем никто не озвучил. Не было проблем. Решили с Леонидом? Да, я с Леонидом. Они просто остались. Но они, знаете, есть очень хорошая фраза, не помню, кто он бы сказал, по-моему, мы разговаривали, когда вы были в Питере, что-то такое, что есть понятие, рыба под столом. Не ты мне был. Значит, где-то я был, вот, я так много везде бывал, что я уже задумал, где я. Что такое рыба под столом? Кто-нибудь знает, как пахнет, как ротутшая рыба? Ну, честно, поднимите руки. Все знают. Кто-нибудь хотел бы ощутять этот завтрак? Ощущай. Кто бы хотел, поднимите руки. Нет. А кто бы не хотел? Прекрасно. Так вот, решение нерешенное, оно называется рыба под столом. Мы берем нерешенную проблему и кладем ее под стол. Дело веще или нет. Не имя, все нормально. На шестой. Начинается легкий флёк. Через какое-то время решать себе невозможно, но проблемы-то не решаем. Поэтому, если мы хотим сделать так, чтобы у нас проблемы не решались, или ценности, которые мы говорим, чтобы мы, как с Руста, мы повесили красиво на стены, вот они, смотрите, какие красивые ценности на вине, но они там и останутся. Это будет рыба под столом. Есть только одно мерило общих поспитков. Это ценности. Либо ты поступаешь правильно, либо нет. Все очень просто. С введением ценностей жизнь в компании становится изумительно простой. Все ясно. Как можно и как нельзя. Но. Существует примерно 3-4 группы в каждом количестве. Первые 5% если вы взяли, что это весь коллектив компании, то есть маленькая дочь, 5%. Это районные сторонники. Ценности. А, класс. Супер. Я хочу ценности. Давайте, давайте за них. Следующая страница. Следующая группа, примерно 15-20%, это последователи. Они готовы ценности. Ну, да, интересно. Давайте посмотрим, что это такое. Потом группа. Болото. Большая. Примерно 50%. И где-то 5-10%. Еще это явные противники, которые заявляют. Ну что? Еще одно младшее руководство. Оптимисты считают, что все будет быстро, неинтересно. Пессимисты, что это важно для боссов, а не для нас. Еще у меня с нескольких компаний, прямо в десятки таких возражений. Знаете, попробовали, знали. Это не для нас. Мы тут уже столько лет работали, нам это не поможет. Пусть под дерево, если что, посмотрю на них. Но вот здесь не прокатят. Потому что сегодня мы сказали, что мы провели красную линию. И это очень важно. В следующий год, 365 дней, уже меньше, на самом деле. Уже сегодня, там, не такой, 16 февраля. Это год, который изменит корпоративную культуру команды. И я очень больше, что я имею отношение к этой трансформации. Потому что то, что делает уста, не делают многие большие-большие боссы. Мне очень приятно с ним общаться, разговаривать, потому что я вижу, как человек инвестирует в команду, в людей. Мы много проводим времени в неформальных общениях, особенно, когда идти куда-нибудь, а мы не ездим. И мы всегда говорим только об одном, как сделать компанию еще лучше. Нет, конечно, мы тоже будем выпивать, не идти. Но мы в целом обсуждаем о том, что можно еще придумать. А давай еще такую идею, а давай еще такую идею. Не было ни одного раз, когда уста сказал, что у меня что-то устало, ты так идей твоих, ты меня уже достал. Давай еще и другую, успокойся. Давай будем успокойся сейчас, все. Нет, давай, 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 давай еще, давай, давай другую. Он мне позвонил, он ему говорит, слушай, полетели по флайне, надо рассказать людям про ценности. Я говорю, полетели. Поехали в Питер, рассказывай людям про ценности. Поехали. Потому что человек живет тем, что ему хочется, чтобы люди вокруг него жили в корпоративной культуре и в среде, которая находится. Помните этот карман? Ваш шеф, можешь читать, если можно, выбор сделал, его таблетка красная. Это значит, что обратного пути нет. Поэтому выбор за вами, друзья. Спасибо. Давайте аплодируем. Поехали. Поэтому выбор за вами, друзья. Как вы хотите, так дальше идут. Смотрите. На самом деле, жизнь очень простая. Ты можешь либо быть всадником, либо конем. И жизнь будет есть и на тебе. Все зависит исключительно только от тебя. Ты можешь иногда быть и конем, и всадником одновременно. Но все зависит от твоей позиции. Как тебе комфортно все это? Ты можешь приспосабливаться к тяжелой нагрузке. Тебе может быть комфортно с тем, чтобы проехать в море. Ты можешь говорить, да, жизнь тяжелая, на 5 недель, опять в понедельник по работе. Да, ну что же мне делать? А можешь быть ликером изменений? Да, ты можешь просто взять и стать тем, кем ты хочешь. Без шуток. Человек взял и захотел. Да, если много, то. Но он лидер, он формирует изменения вокруг себя. То же самое может сделать каждый. Красная таблетка – это следующие 365 дней, которые позволят нам посмотреть, а как живет компания, в которой ценности рулят, в которой происходят правильные вещи. И в ближайшем году вам представим о том, что будет происходить. А пока я сейчас это говорю, я хочу, чтобы на секунду старого уровня. Вы можете? Да. Мы с Олей вовлечены в проект, который еще параллельно ценностям, но очень близкий. Это проект по сервису, про культуру сервиса. И я бы хотел, чтобы ты сделала явление о том, что кто нам нужен, и что будет происходить в следующую неделю. Коллеги, мы стартовали проект по сервису. Наш блок с романа «Отопультура сервиса», который будет посвящен как раз-таки обучению и применению культуры по отношению друг к другу, и внешнему клиенту, всех этих клиент-ориентированных моделей поведения. Значит, нам нужны последователи, как вы поняли. Амбассадора. Да, амбассадора. Амбассадора, да. Поэтому сейчас, да, и вы, наверное, до понедельника подумайте хорошенечко, кто из вас хочет быть последователем культуры сервиса, которым мы будем посвящать, скажем так, все время этого года, следующего и так далее. Проект тоже не имеет окончания. Подумайте до понедельника. В понедельник мы проведем голосование, и будет уже понятно, какие у нас последователи по сервису появятся, будут вместе с нами учиться этому сумму, проводить обучение среди персонала вместе с нами и добиваться, да, вместе с нами в команде высоких результатов по сервису. Плюс мы будем снимать много учебных видеофильмов, посвященных сервису. Нам нужны актеры, поэтому тоже подумайте, кто хочет принять участие в кастинге, ну, когда попробуют на себе ногу, сегодня, как оказалось, компания Дарине, в принципе, компания... Да ладно, да! Уже сегодня, в принципе, кастинг прошел, мы действительно уже ответки-то сделали тогда, но пока даем вам возможность выставиться по вашей собственной инициативе обучастие. Думайте, до понедельника, в понедельник проведем, ну, там, стартуем голосование, и оттенимся. Спасибо! Спасибо! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Итак, что я хотел сказать, Ольга, в понедельник в Битриксе появятся две кнопки. Первое, я хочу быть амбассадором сервиса. Второе, я хочу рекомендовать кого-то быть амбассадором сервиса. Вот эти две кнопки появятся актеры, будут наферовать карты, да? Отлично! Смотрите, друзья, это бабочка и гусеница. Однажды мне рассказали очень интересную историю про бабочку. Маленькая девочка увидит, как гусеница превращается в бабочку, подумал о том, что ей тяжело. И она решила ей помочь. Она постаралась ей как бы раздвинуть этот кокон. Бабочка получилась, но летать она не смогла. А сколько? Оказывается, для того, чтобы бабушка полетела, в самый нужный момент должен произойти усилие, болевое усилие расправления крыльев. И тогда крылья становятся упругими. Если вы об этом не знали, если вы узнаете, что иногда новое состояние, которое приходит к нам, оно приходит через усилие, через неглую легкую боль, от того, что я стал другим. И, наверное, это ощущение, знаете, я помню, утром улетался на Девостоке, и с этого устанта тоже прибежался в пробежке. У него было счастливое лицо. Потому что каждый раз я уверен, что ты тоже не жалейный человек. И, наверное, ты тоже испытываешь, что, может, ты поспалю, может, пробежу, уборишься. Редко. Ну, бывает. По крайней мере, не смотрю, я скажу, иногда оно, когда-то вспоминает, что ты красный щеки после пробежки, когда вспоминаешь, что ты сделал то, что ты хотел, сразу появляется сила, и ты сразу идешь вновь в пробежку. Поэтому трансформация – это путь, когда обратной дороги уже нет. Мы уже не свернемся к этому, надеюсь. И если можно продержаться, то это будет просто суть. Почему так важно? Мы с вашими руководителями, у нас еще параллельный проект менеджмент. Мы учим марш в топах быть эффективными руководителями. Помните, это последнее видео, которое мы смотрели, где изучение показывает, следует, что 65% работников недовольны своим руководителем. Они несчастны. Поэтому нам больше хотелось, чтобы мы могли создать компанию, в которой руководители, сотрудники, несчастны своими сотрудниками, руководителями. Спасибо вам большое за принять участие в опросе. Мы в ближайшее время попрошу Марата, чтобы он сделал его доступным для всех, опрос, когда все сотрудники оценили своим руководителем. Мы были в восторге от полученных результатов. Они были гораздо интереснее, чем результаты наших руководителей. Наши сотрудники более счастливы, чем наши руководители. Но ничего, мы будем мучить, так что не переживайте, за это мы отвечаем. Цели. Конечно же, нам нужно ставить цели. Без цели мы не пройдем никуда, это наши действия по нашим целям. Ровно трансформация от того, что я хочу научиться, это было прекрасно. Мои ожидания трансформируются здесь. Завтра нам нужно быть всем примером, для каждого. Примером для того, чтобы показать, что ценности действительно важны. И что нас держит, это ограничивающие штампы убеждений. Их много. Мы пока даже к ним не приступаем. Возможно, кто-то слышал на нашей фактической сети, я вам расскажу очень одну простую сцену касательно ограничивающих штампов убеждений. Американские ученые, психологи, как всегда, к сожалению, у меня нет русских опытов, и нет русских кейсов, я теперь буду рассказывать о компании на видео, вам много. Американские психологи сделали эксперимент касательно того, как распространяется ограничивающие убеждения штампы. В одной клетке, представьте, что, без переноса, вот этот первый с полотенцем, сразу, два, три, четыре, пять, шесть, обезьянок, семь, не, жаль, это, для примеров. Рядом с вами поставили стул и недалеко от вас повесили бросьбанат. А это шестокий низший следователь, который видит, что есть в другие Егор захотел залезть на стул. Пожалуйста, встань, ты же хотел действовать. Полный он еще поливается из шланга ледяной водой. Ровно до тех пор, пока ему не надоест, он поешься мне некомфортно. И он идет и сядет на свой стул обратно. Так будет продолжаться до тех пор, пока будут продолжаться попытки снять банан. После того, как Егора заменили и посадили в другую клетку, а на его место посадили новое мчанство. Поменять, пожалуйста, ничего. Миша, ты же жесткий, жестокий след. Я вам согласен. Вот он, вот, да. Как вы думаете, что, Егор, куда встались, что захотел сделать новый член нашей команды? Залезть. А как вы думаете, что сказали они ему? Почему? Миша злее, он с тебя злотой запрыгнул. Через какое-то время через какое-то время заменили всех остальных. Как вы думаете, бананы остались все? Почему? Потому что в этой клетке бананы трогаешь. Нельзя. А что? Каких бананов не затронуть вновь? Я уверен, что у каждой всплыли моменты. Потому что их очень много. Ты предложил, ты им делай. Меня с этой не похвалят, не гулят. Я еще белая ворона, что ли? Я могу таких сотни. Потому что каждый раз, когда мы начинаем работать с компанией, первое, что всплывает на стратегичных сетях, ограничивающие штаммы и убеждения. Это то, что нам мешает. Банки в ТБ знаете, как мы стали бороться с этим? Мы выбрали топ-10 самых повторяющихся. Пример следующий. Ты предложил, ты им делай. Там, это не мое дело. Я уже пробовал, и ты не пробуй. Мне не получилось. Мы взяли большими парнями и распилили по всем кабинетам. И когда люди начинали общаться друг с другом, они вдруг ведь с нами ржать. В прямом смысле слова. Я говорю, что вы смиритесь? Я говорю, ну, понимаешь, я сейчас про то, как там написано, я так начинаю с тобой разговариваю, что типа, это что для меня не касается. Или, например, знаете, был самым лучшим способом продавить решения, а там, директором этого блока Манк Средний Бизнес была Надея Черкассова, это бывший президент Банка Трасс, помните, рекламу с Плюсом Виллисом? Вот. И она пользуется безусловным авторитетом, и умные люди, умные в кавычках, говорят так, это он где сказал, быстро делай. Все остальные думали, что так нужно, а на самом деле человек решался этой проблемой. И это тоже ограниченный штаб убеждений. Давайте подумаем, нам нужно будет в ближайшее время хорошенько профитровать всю нашу работу и найти те самые ограниченные штабы убеждений, которые нам мешают. Потому что ждут на всех выдающиеся результаты. Вы не поверите, но сервис и ценности влияют на привык на самые ключевые показатели в деле компании. На все ключевые показатели. И вот мы когда встречались на прошлой неделе по сервису, мы примерно 8 самых основных показателей зафиксировали и будем мерить, как они будут меняться, если мы начнем менять корпоративную культуру. Просто из-за отношения, у меня таких кейсов полно, однажды одному китайскому императору для того, чтобы победить, пришлось жесть свои корабли. Это значит, когда они приплыли и высадились на ночлег, его воины проснулись от того, что корабли загорелись. Саша, ты знаешь историю, понимаешь, я помню, да? Император по-моему семью или как его так звали. Это что значит? Это значит, что нет пути назад. И что им оставалось сделать? Только победить, потому что уплыть назад было невозможно. Работать в такой команде, где все создают ценность и уважая общий результат, понимая, что он состоит из индивидуальной оплаты, это наша мечта. Мы ее строим, ее строят ростом. Каждый из вас строят такую замечательную компанию. Но вполне возможно, что она ждет на пути ошибки. Никто от этого здесь страховывает. Как сказал верный грех, я никогда никого не наказываю за ошибки. Я, наоборот, благодарю за ошибки. Если они первый раз, если они сделаны для того, чтобы что-то принести в компанию новое. Но я не прощаю повторные ошибки и не прощая ошибки, которые были сделаны раньше. Поэтому надо учиться на ошибках и избегаясь их доводами. Нам надо стараться быть дикими. Потому что гибкость, как одна из наших главных ценностей, позволяет нам принимать новые интересные решения. Вообще успех это доля верных решений. Помните как я сегодня рассказывал про футбол? Ты пришел вовремя? Это и есть сумма. Сумма попадания в этот квадрат. Минус сумма и режиме является успехом. Если количество точных попаданий больше, мы в плюсе. Если меньше, мы в минус. Поможет нам в этом на все наши ценности? Их всего 13. Это не значит, что завтра у вас должен быть перед головой верным. Что же мне делать? Так предъявляю по каждой ценности. Мы вам поможем. У нас есть топ-5. Володя когда сделал эти первые топ-5 ценностей. И делать нашу работу. Знаете, самая большая скорость это постоянство и медленность. Если мы сможем медленно, но постоянно двигаться в этом направлении, мы с вами очень далеко у него. Несмотря на то, что вокруг кризис, несмотря на то, что сундаментальный закон, порядочность, ценность, добрых отношений подвергается лесу, ничего страшного. В нашей компании мы придержимся этих прав. Ценности на самом деле они как магмин. Мальчики, которые ходили еще когда-то труды, помнят, что если ты обрабатываешь рашкию железную заготовку, то появляются стружки. Представьте, что если стружки металлические, выложат на лист, и, например, попытаться из них пинцетов собрать какое-то слово. Эта система неустойчивая, потому что если вдруг вы пошевелите этот лист, они рассыпаются. Но если мы поднесем магнит, они порядочились. Да, возможно, они быстро притягнутся, как на этой фотографии, но наша цель сделать так, чтобы цель стали тем самым магнитом, чтобы система была устойчивой. Именно в этом ее главная задача. Наша формула, вернее, это моя формула, я, 2C, 2O, Customer Collex, то есть клиенты и коллеги, оверс и наверс. Итак, фундамент, система управления основанная на ценностях это вы, сотрудник. У вас есть пять основных взаимодействий. Первое взаимодействие я, сама с собой. Как ценности взаимодействуют со мной? Второе, как я использую ценности для взаимодействия с коллегами? Как я использую ценности для взаимодействия с клиентами? С акционерами с другими сторонами. Везде есть ценности. И везде на самом деле все просто. Ценности определяют, как нужно делать. Поэтому я считаю, что это мой год, это моя компания, это моя семья. И я очень рад тому, что мы вместе делаем с вами проект ценности. Ура! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ